шалом нефтяной кризис 70-х годов поставил буквально на грань выживания американскую автомобильную промышленность вот появляется человек по имени ли я кока он был рожден у итальянских эмигрантов в штате пенсильвания в начале начинал как простой менеджер и в течение времени он дает несколько рационизаторских предложений и буквально поднимает из пепла корпорацию форда потом он переходит в крайзер потом он же поднимает корпорацию минивэн буквально до 90-х годов этот человек служил как антикризис менеджер с его уходом все пришло в упадок дамы и господа антикризис менеджер не обязательно должен обладать образованием в той или иной отрасли не обязательно должен быть профессионалом там или здесь он должен найти великолепное решение как вывести его компанию из тупика первым антикризис менеджером был юсеф у него не было никакого отношения к египту из 13 лет пребывания в египте 12 он сидит тюрьме 30-летним молодым человеком он предстает перед фараоном вся рекомендация которая была о нем он умеет истолковывать сны фараону нужен был именно такой человек который сможет истолковать сон где две противоположные реальности фигуруют вместе 7 тучных коров и 7 тощих коров всем толстых налитых соком колосков и слабых еле-еле-еле растущих колосков они были вместе и это поставило в тупик профессионалов толкователей снов фараона он собирается всей страны вот своих менеджеров по снам но никто не может понять как две противоположные вещи могут стоять вместе поэтому они дают ему разные толкования там у тебя рождаются дети там у тебя дети умирают одно является следствием другого вот появляется юсеф который говорит фараону что 7 толщих коров и 7 толстых коров 7 колосков это один и тот же сон причем два раза просто повторяющийся это говорит об его силе и о том что он сбудется 7 лет изобилия сменят себя семью годами полного страшного голода юсеф продолжая дает совет он говорит найди себе мудрого человека который уже вот сейчас когда наступают годы изобилия начнет собирать со всех двадцать процентов зерна невзирая на то что юсеф был отрок раб еврей то есть самые три гнусные вещи для монарха для царя египта так его представил министр виночерпиев и несмотря на вот такие вот ужаснейшие регалии фараон ставит его во главе государства причем сразу потому что он тоже был великий прагматик великий человек который мог просчитать несколько шагов вперед и вот это вот сочетание великий хозяин и и великий анти кризис менеджер дали египту взлет который который просто потом просто спасайте его а возносит его над всеми народом в мудрых книгах по экономике этот менеджер называется анти кризис потому что иногда кризис менеджер может войти в этот кризис так что станет сам собой кризисом вот это вот понятие анти наверно это единственный момент когда слова анти приносит вот такие вот прекрасные плоды потому что иудаизм против кризиса потому что иосиф по своей природе был позитивный человек невзирая на то что он был в тюрьме он был позитив он он улыбался всем для него кризис это была задача дамы и господа когда мы изучаем еврейские ценности мудрость мы понимаем с вами что уже тогда у истоков одухотворения цивилизации сам всевышний кладет в эти книги прячет в эти книги великую божественную мудрость не случайно иосиф когда выходит из ямы фараон он говорит бог истолкует тебе и он так это делает что сам фараон в конце концов сказал ребята найдется ли среди нас человек у которого будет божественный дух я читал интересный комментарий что фараон видит что если у этого человека который был рабом который столько перетерпел после того что был на таком уровне у своего отца из такой великой семьи человек который в жизни прошел вот эту мясорубку и остался человеком а еще использует имя всевышнего такой человек может поднять египет такой человек может из тьмы сделать цвет наша жизнь может быть цветом может быть тьмой великий соломон написал приоритет или превосходство света из тьмы потому что вся наша жизнь сплошные кризис можно увидеть в маленькой проблеме кризис можно увидеть в чем-то огромном задачу ее нужно решить дай бог чтобы изучая наши книги мы прошли с вами все задачи дошли до цели и и всевышний нас благословит шалом шалом